Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Оно уже превратилось в плацдарм для превращения Кавказа в логово терроризма, что является ценой власти Алиева. Турция довольно четко артикулировала свои цели, либо стать сопредседателем Минской группы ОБСЕ, либо сирийский вариант, то есть другой формат с Россией. Цели Турции неприемлемы, во всяком случае, на уровне публичных заявлений. Вопрос в том, что исключить нужно прежде всего военное вмешательство Турции, иначе Анкара будет продолжать военный шантаж. И тут возникает вопрос, есть ли желание и возможность отвергнуть это вмешательство. Заявив о приверженности выполнению союзных обязательств перед Арменией, президент России Владимир Путин констатировал, что Россия не позволит масштабного распространения боевых действий на территорию Армении. Но вся проблема в том, что Турция делает ставку на азербайджанский плацдарм, и сдерживать ее нужно на этом направлении. А в этом Россия и практически все вовлеченные страны, за исключением Франции, соблюдают паритет. В режиме реальной политики это, возможно, не совсем так, но за плацдарм Азербайджан они борются с Турцией, в частности, Иран и Россия. Анкара пытается воспользоваться этим, как и Израиль, у которого Алиев покупает власть в виде оружия. Единственным функциональным противодействием этой схеме является армянская армия и армянство. Вот уже две недели. Механизм полностью остановится, когда Алиев лишится поставок для власти. Перемирие, ответственность за которое взяла Россия, состоится, если удастся решить эту задачу. Если, конечно, в Москве не поставлена задача стать акционером турецко-израильского тандема по власти в Баку. Задача опасная как для Армении, так и российской государственности. Анонсированное гуманитарное перемирие между Арцахом и Азербайджаном продлилось всего 5 минут. Все выглядело мистикой. 11 часов переговоров и несколько предложений итогового заявления. Неизменность формата, Минская группа и перемирие, с целью обменяться пленными и собрать тела погибших под эгидой Красного Креста. За те 8 часов, которые прошли от момента заявления Лаврова до начала перемирия, армия Азербайджана наносила массированный удар по позициям сил обороны Арцаха. Задействованы ударные беспилотники. За несколько минут до полудня удар был нанесен по территории Армении, есть погибший. Что же заставило Азербайджан согласиться на перемирие, чтобы его сразу нарушить? Ведь сказкам, что нарушитель армянская сторона, уже никто не верит, да и проверить легко. Могли повлиять два фактора. По разным оценкам, на поле боя уже многие дни лежат тела до тысячи вооруженных лиц. Если начать собирать их, непонятно, что в итоге выйдет. Солдаты ли это врага, наемники, террористы, турецкие военнослужащие. Вероятность большая. Значит и то, о чем говорили во Франции, России и США о боевиках, получат еще одно, уже неопровержимое доказательство. Кроме того, если враг примет тысячу тел только с нейтральной полосы и это будет обнародовано, то миф о победоносной войне может лопнуть. Другая, на мой взгляд, более веская причина несоблюдения перемирия – это фактор Турции. Заключали соглашения одни, но выполнять их должны уже другие, а именно Генштаб и Минобороны, которые по некоторым данным полностью подчинены турецким военным. Степень подчинения такова, что за две недели ни начальник Генштаба, ни министр вообще не делали заявлений и не появлялись на публике. При таком вовлечении Алиев тоже может не контролировать свои вооруженные силы. Субъектность независимого государства уже обнулена. Турция готова воевать с Арменией до последнего азербайджанского солдата. Перемирие подписано гражданским ведомством под сильным давлением Москвы. Основное послание РФ Азербайджану было следующее. «Вам Россия давала санкцию на начало войны. Вам разрешали привлекать Турцию на наш задний двор». После признаний Турции в военной и политической помощи и готовности вести войска, патронируемое Россией перемирие может привести к расколу элит. Элита, которые уже присягнули Турции, могут забеспокоиться о наступлении России на политическом фронте. Эта элита не только в Азербайджане, но и в России. Турция после Ливии и Сирии не слишком беспокоилась о решительности России в войне. А отступление в Азербайджане или даже выдворение оттуда она не сможет вынести ни в политическом, ни в финансовом плане. Об экономической ситуации в Турции мы уже писали. Поэтому для нее единственный выход – это продолжение боевых действий на Арцахском фронте. Война – способ принудить к выгодным для себя решениям. Но тут вступает в дело «Черный лебедь» – фактор армянской армии, которая превратила Армению из объекта политики в ее субъект. Ливанг Халатян. ОБСЕ, Франция, Иран приветствуют перемирие в Арцахе. МИД Франции приветствует гуманитарное перемирие по Нагорному Карабаху и призывает стороны соблюдать режим прекращения огня, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. Франция приветствует объявление о гуманитарном прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. Теперь оно должно выполняться и строго соблюдаться для создания условий постоянного прекращения боевых действий между двумя странами. Франция по-прежнему готова внести свой вклад по этому вопросу, говорится в заявлении МИД Франции. В министерстве также призвали стороны, без предварительных условий, возобновить субстантивные переговоры при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эдди Рама, приветствовал вступившее в силу гуманитарное перемирие в зоне Карабахского конфликта. Действующий председатель ОБСЕ Эдди Рама приветствует гуманитарное перемирие, которое только что вступило в силу в Нагорном Карабахе после переговоров в Москве. «Нам нужна стабильность как на земле, так и в процессе под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ», говорится в сообщении албанского представительства в Твиттер. Отмечается, что это соглашение Еревана и Баку открывает путь к содержательным переговорам. «Иран приветствует вступление в силу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и призывает стороны к предметному диалогу». Об этом написал в Твиттер глава МИД Ири Мохаммад Джавад Зариф. «Иран приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе как шаг к миру. Мы призываем наших соседей, Азербайджан и Армению, вступить в предметный диалог, основанный на уважении международного права и территориальной целостности. Мы высоко ценим конструктивные усилия наших российских соседей», – написал Зариф. Путин и Раухани обсудили ситуацию в Карабахе. Президент Исламской республики Иран Хасан Раухани позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Собеседники обсудили посредничество РФ в переговорном процессе по Нагорному Карабаху, ситуацию вокруг совместного всеобъемлющего плана действий с ВБТЭ по иранской ядерной программе, а также перспективы взаимодействия по российской вакцине «Спутник Ви» от коронавируса нового типа. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Кремля. Рассмотрена ситуация вокруг реализации всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Отмечена важность сохранения этого ключевого для международной безопасности соглашения. Уделено внимание проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в частности, перспективам взаимодействия по российской вакцине «Спутник Ви», говорится в сообщении. Хасан Раухани также поддержал достигнутые по итогам консультации глав МИД России, Азербайджана и Армении договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Владимир Путин подробно информировал иранского коллегу о предпринимаемых при посредничестве России усилиях по деэскалации напряженности в этом регионе. Президентом Ирана выражена поддержка достигнутым по итогам трехсторонних консультаций министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях, а также о запуске субстантивных переговоров ради скорейшего достижения мирного урегулирования, говорится в сообщении.